8. По одной мы откладываем время, по другой мы откладываем расстояние. Время измеряется в минутах. Расстояние мы соотносим в дом и школу. Я иду от дома до школы 30 минут, а мой брат 40 минут. Через сколько минут я догоню брата, если он вышел из дома на 5 минут раньше меня? Итак, это брат. Он идет до школы 40 минут. 40 минут. У вас это может быть, например, 20 клеточек. В тетради, чтобы зарисовать, может быть 20 клеточек. Итак, за 40 минут он пройдет расстояние до школы. Вышел отсюда. Движение равномерное. Соединяется. Скажите, пожалуйста, на полпути к школе. Это он через сколько минут будет? На полпути к школе через сколько минут будет? Лев, рук. Да, пожалуйста. Через 20 минут. Через 20 минут. Конечно. Что ж тут, дальше? На полпути. И он будет через 20 минут. Хорошо. А четверть пути через сколько он пройдет? Через 20 минут. Да. Через 10 минут. Через 10 минут посмотрели у себя. Договорились. Я вышел на 5 минут позже. Значит, мой график. График был уже в пути, когда я вышел. Значит, моя одна точка. Вот я сижу, кушаю, доедаю пирожок. Правильно? Время идет. Брата же встала за стола. Пошел в школу. А я сижу, кушаю. И через 5 минут, доев пирожок, начинаю идти. Но мне надо уже не идти. Мне уже надо торопиться. Поэтому я в школу иду за 30 минут. За 30. Значит, следующая точка моя будет такая. Сколько времени я откладываю? Вот здесь сколько времени? 30. 30. Еще раз. Я иду 30 минут. Но я вышел на 5 минут позже. Следующая точка. 35. 35. 35. Несмотря на то, что я закушал свой дежурный пирог, пункт назначения школа, я приду через 35 минут, и это будет раньше. Значит, у нас есть точка. Когда я его догоню? Ну, судя по точности моего рисунка, это тут... Никогда. Почему? Наоборот. Она где-то есть. Ну вот как-то из моего графика не видно. А из вашего видно? Ну, да. Что там? 20-20 минут. 20 минут? Да. Ну, хорошо. Вот они сравняются через 20 минут. То есть мой брат за 20 минут пройдет то же расстояние, что я за 15 минут прохожу. Договорились. Продолжение следует...